Эдинбург является столицей Шотландии на протяжении более чем 500 лет. Его можно назвать сердцем гордой державы и, несомненно, красивейшим городом региона. Город также является еще историческим и культурным центром Шотландии. Здесь расположено огромное множество памятников архитектуры, музеев, старинных замков. Круглый год проводятся различные фестивали. С какой бы стороны туристы не въезжали в город, они непременно увидят Эдинбургский замок. Это величественное здание, возвышающееся на высоких холмах, является визитной карточкой столицы. В стенах замка располагается выставка Owners of Scotland. Там хранятся самые дорогие для шотландцев вещи, старейшие во всей Европе королевские драгоценности. Эту выставку открыл всемирно известный писатель Вальтер Скотт. Скотту удалось обнаружить коллекцию после 111-летнего забвения. Столь любимый своими земляками, он является для шотландцев национальным героем. 4 февраля 1818 года будущий Георг IV, исполняющий обязанности принца-регента, издал королевский ордер, разрешающий историку Вальтеру Скотту и группе чиновников разрушить стену древней коронной комнаты. Половина присутствующих ожидала, что дубовый сундук, находящийся в этой комнате, будет пустой. Они открыли его и обнаружили корону, скипетр и меч в точности так, как их оставили 111 лет назад. Далее небезынтересным будет увидеть знаменитый камень судьбы. Согласно легендам, на нем короновались все правители Шотландии. Далее взором предстанет часовня Святой Маргариты, являющаяся самой древней постройкой во всем Эдинбурге. Она была возведена в память о матери Давида I. Раскинувшийся у подножья замка старый город, исторический центр шотландской столицы, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, очаровывает своим величием. Можно часами блуждать по узким лабиринтам улиц, рассматривая серые старинные здания, с отрытыми шпилями башен, над которыми гордо развивается флаг Шотландии. Большинство зданий старого города сохранились со времен постройки и являются типичными образцами средневековой архитектуры. Многие дома покрыты копотью, оставшейся со средних веков, когда дома отапливали углем и травами, поэтому в старом городе преобладает серый цвет. А теперь спустимся чуток ниже, по улице Хай-стрит. Здесь расположился дом-музей Джона Нокса, или как его еще называют, Джон Нокс Хаус, а также обитель бунтаря. Как долго жил на самом деле великий бунтарь и реформатор Джон Нокс в этом живописном домике в четыре этажа с чердаком, науке не совсем ясно, зато доподлинно известно, что умер он именно здесь. Сегодня внутри этого старинного здания расположился музей, живо погружающий гостей в атмосферу шестнадцатого века, своими интерьерами и чудесными расписными потолками. Такая необычная мода царила в Шотландии в то время. Кстати, поговаривают, что прежде чем этот дом перешел в руки шотландского церковного реформатора, в нем жила одна уважаемая семья ювелиров, и многие детали музея-интерьера именно их заслуга. А вот уголок под небольшой аркой для колена преклонения и цветные витражи святых – это уже дело рук Джона Нокса. Джон Нокхаус – местечко нужно отметить чрезвычайно любопытное и необычное. Во-первых, вы увидите, как жили шотландцы в средневековую эпоху, а во-вторых, узнаете много чего интересного о личности самого легендарного Джона Нокса. Ведь до посещения Шотландии многие иностранцы вообще понятия не имеют, что вообще за личность такая этот старик Джон. Пройдя мимо Ройл Майл, можно попасть в то место, где раньше был Королевский лес, а нынче находится дворец Холлеруд. Этот дворец является резиденцией королевы Елизаветы II. Рядом с дворцом на скале возвышаются руины Часовни Святого Антония. Это единственное здание в центральной части Эдинбургского парка Холлеруд. Выглядит оно больше как изможденные руины древнего замка, чем как здание, относящееся к религии. Оно стоит на скалистом выступе над озером Святой Маргариты, откуда открывается великолепный вид на северный Эдинбург и залив Ферд оф Форд. Об этом здании, чье строительство должны были наблюдать на многие мили вокруг, удивительно мало известно. С 1100-х годов право собственности на землю, составляющих парк Холлеруд, было распределено между аббатствами Келса и Холлеруд. И считается, что территория, занимаемая Часовней, принадлежала аббатству Келса. Несмотря на это, весьма вероятно, что Часовня Святого Антония была тесно связана с аббатством Холлеруд, которая находилась всего в нескольких сотен ярдов к северо-западу. Они были связаны хорошо сделанной каменной дорожкой, в настоящее время сильно изношенной, с заметными бордюрами, которые можно увидеть в некоторых местах. Было высказано предположение, что Часовня служила своего рода религиозным маяком, предназначенный для того, чтобы быть ясновидимым морским паломником, пребывающим в аббатство Холлеруд, когда они плыли вверх по реке Форд. Что касается датировки, есть ссылки на грант, выплаченный на ремонт Часовни Папой Римским в 1426 году, предполагая, что здание может быть построено в 1300-х годах или позже. Детали его гибели в равной степени неясны, но, по-видимому, как и само аббатство Холлеруд, Часовня Святого Антония пришла в негодность после реформации в 1560 году. Осмотрев главные достопримечательности старого города, можно заглянуть в один из ближайших пабов. Там вам предложат попробовать необычайно вкусные и очень сытные блюда шотландской кухни. Запивать все это, естественно, нужно виски или здешним пивом. Местные завсегдаты и пабов охотно поведают вам множество интересных историй о своем городе, о духах, обитающих в старинных замках, о национальных героях и еще много чего интересного. В новом городе расположено огромное количество галерей. В национальной галерее собраны портреты всех личностей, когда-либо прославивших Шотландию. Попав в галерею современного искусства, можно увидеть полотна всемирно известных художников, например, Дали, Пикассо, Матис, Миро и многих других. Кстати, в Эдинбурге практически круглый год проводятся различные фестивали, так что каждый найдет для себя что-то интересное, будь то фестиваль кино, музыки, книг, джаза или науки. Наибольшей популярностью у заграничных туристов пользуется фестиваль «Милитари тату». Красочное шествие военных оркестров, одетых в национальную одежду и играющих на волынках, сопровождается зажигательными национальными танцами. Заканчивается веселье праздничным фейерверком у подножья Эдинбургского замка. Национальный монумент в Эдинбурге – явные отголоски Древней Греции и новое прозвище шотландской столицы. Этот Парфенон довольно странно видеть в стране волынок и килтов. Ну как-то не вяжется светлый античный образ Древней Греции с грубоватыми нравами и странными обычаями народа гор – шотландцев. Тем не менее, это факт. В одном из живописных уголков Эдинбурга расположилось нечто похожее на полуразрушенный афинский храм. И лишь позже ты узнаешь, что это знаменитый национальный монумент. Строившийся, строившийся, да так и не достроившийся в честь павших шотландских солдат, участвовавших в наполеонских войнах. Немного странно и нелепо, что на столь значимый объект у властей попросту не нашлось денег, но оттого только привлекательней и колоритней кажется этот памятник. И днем, и вечером у подножья национального монумента, и на его ступенях можно увидеть туристов и местных жителей, облюбовавших себе это место для проведения досуга и созерцания окрестной панорамы. А всего в нескольких метрах от недостроенного памятника шотландским солдатам красуется монумент адмиралу Нельсону, герою битвы при Трафальгаре. Кстати, именно за эту архитектурную незавершенность национального монумента на зеленом холме Эдинбурга город стали называть Северные Афины. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok